Друзья, всем приветики! Я так возмущена, я прямо злая, не могу вообще не поделиться с вами, не сказать, что вообще у нас произошло. Какие сейчас люди вообще, я не знаю, не хочу никого обижать, не оскорблять, не материться, но просто, блин, почему нельзя вот в этом мире делать всё по-человечески? Почему вот люди не могут, блин, вести себя по-человечески? Друзья, звоню я маме, разговариваю с ней по вайберу, мама такая расстроена, я говорю, мама, что случилось? Она такая, ой, не знаю, казаты, тубины казаты, но она знает, если она мне скажет, и меня это не устраивает, мне не нравится, я молчать не буду, я такой человек, я, блин, за справедливость. И что вы думаете, ходила она сегодня на кладбище своими сёстрами убирать могилы, так как 1 ноября у них День Святых, и будут ходить к сёму, светить, ну, кто в курсе, тот знает. Мама каже в прихожую, и я была в шоке. У нас, получается, на кладбище похоронены все родственники, начиная бабушка, дедушка, потом нашка Гриша, ну, все наши родственники. Нашка Вася, и мой папа, и в конце вот этого ряда, получается, блин, у меня прям такая дрожжа, я прям так возмущена. И в конце этого ряда, получается, была лавочка, ну, типа как стул и две лавочки. И ниже моего папы был похоронен Музыка на Оскаргоровке, Музыка, я не помню, как его уже звать, ну, короче, Музыка, давно уже он похоронен. И получается, что вот сейчас похоронили его маму, маму вот этого Музыки, вот где моя возмущенность? Почему не похоронили женщину ниже сына? Ниже сына было место. Почему не похоронили женщину ниже сына? Знаете, что сделали умники наши, односельчане, блин? Нет, я сказала, я узнаю, кто был грапари, кто копал, и вообще, как можно было такое? Взять, выкопать этот стол, наш, единственный, возле папы, блин, весь этот ряд, наши родственники, когда на Пасху я прихожу к папе, посидеть за этим столом, выпить, блин, немножко вина, вспомнить папу. Как можно было взять, выкопать наш стол, выбросить его куда-то на тропинку нахер, и похоронить эту женщину на месте? Товарищи, вы не охерели, блин? А может быть, я когда-то тоже бы хотела лежать рядом с моим папой, блин? А вы что сделали? Взяли, выкопали стол, выбросили нахер и похоронили эту женщину. Господи, пускай эта женщина, как говорится, с покоем лежит и все такое, я не имею, Господи, против. Но почему нельзя было похоронить женщину ниже сына, когда было место ниже сына? Почему вытащили наш стол и похоронили женщину на месте этого стола? Вы понимаете, к чему я клоню? Что после моего папы сразу женщина. Захочу я лечь рядом с моим папой, нету места. Почему, почему, ну как такое? Почему нельзя было позвонить моей маме? Я не знаю, примарю. У нас примарь для чего в Григоровке? Для чего? Почему нельзя было поговорить как-то? Блин, ну я понимаю, кладбище бесплатное, все хоронят там, где хотят. Ну как можно было выкопать этот стол, выбросить его вообще посередине вот там дороги? Моя мама сегодня с двумя сестрами, они не могли этот стол перевернуть, он железный такой стол, понимаете? Ну как можно было? Ну мне вот интересно, вот кто хоронил эту женщину, кто вот именно следил за этим всем процессом, понимаете? Этот человек знал прекрасно, что если они выкапывают этот стол со скамейкой, потом похоронить из наших родственников кого-то, там больше невозможно будет. Понимаете, вот это меня возмутило безумно. Как так можно? Почему люди такие, вы знаете, такие бессовестные вообще, вот думают только за себя, блин? Ну как так можно? Почему нельзя было как односельчане, по-человечески, позвонить, спросить, обсудить как-то? Я не знаю, почему вот так по-сфински поступаете? Я не могу молчать. Вот пускай будет стыдно, пускай все село знает, как вы некрасиво поступили, пускай вам будет стыдно, блин. Так не делается, так не делается.